Сколько сразу вопросов? Сколько сразу вопросов? Можно я еще посмотрю на себя? Мне кажется, что у меня щеки покраснели. Я думаю, это будет видно или нет? Нет? Право с другой стороны. Давайте заново. Точно так же нужно пройти. Пройти, чтобы это все было вкусно. А мы что? Ну, по моей рекомендации, одна здесь тоже есть. Девочки боком, девочки, девочки, сюда, смотрим, сюда. Это модель проекции. Вот что вспомнилось. Если ничего не вспомнилось, улыбка шире. Пятку поворачиваем и уходим. Это было налево. Ириночка. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Найти свой стиль – это не только научиться разбираться в модных трендах и успешно интегрировать их в свой гардероб. Очень важно так же уметь преподнести себя окружающим. Как раз над этим участницы проекта «Модель Икс» работают на уроках дефиле. Доказано на практике. Красивая походка сглаживает несовершенство внешности. А не очень изящная, напротив, может испортить даже идеальные пропорции. Мы привыкли носить сумку в руке. Может быть, в карманы руки кто-то складывает. Конечно, мы должны понимать, что когда у нас в руках ничего нет, у нас руки двигаются. Они не должны быть какой-то недвижимостью. Красота руки тоже должна просматриваться. Не сжимать кулаки. Стулимся мы, руки вперед уходят. Конечно же, мы наоборот должны показать прямую спину, красоту рук, красоту своей ноги. Заметили, да, что происходит? Мы вот так наклоняемся. То есть мы ищем равновесие, нет, мои хорошие. Назад. Наши бедра уходят немножко вперед. С плечики назад откидываем. На самом деле не сильно отличается от бытового шага, подиумный шаг. Но мы, конечно же, более раскремляем плечи. Мы пытаемся вышагивать так, чтобы как будто у нас прям красивое платье. Мы же привыкли в джинсы, побежали в кроссовки и побежали. Походка на каблуках, она что на подиуме, что в жизни должна быть красивой, как я люблю говорить, вкусной. Так, у нас поднимается правый каблучок. И сразу вес тела переносится на левую ногу. Мы стоим на одной ноге. Продолжаем поднимать ногу. Все. Дальше выпрямляется ножка в колени, и мы переносим вес тела на правую ножку. Когда мы шагаем, мы должны не направлять тело, не направление ноги в пол, а наоборот, нога у нас вверх к полу, а мы стараемся сделаться еще выше. Мы свой рост вытягиваем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Позировка. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правой, левой стоим. На самом деле, когда приходят люди в проект, девочки в проект, они, конечно же, идут осознанно туда, и они понимают, что нужно учиться этому. Материал воспринимают очень легко, с улыбкой, иногда с юмором приходится. Даже, ну, где-то ошиблись, трагедии мы из этого не делаем. Это не ошибка. Мы с нее начинаем идти. Станем, да, раз, два, и поворот, и поворот. Все, вес тела на левой. И справа уходишь, все. Умение правильно себя подать сегодня все чаще связывают с успехом в социальных сетях. Именно по этой причине еще в предыдущих сезонах проекта «Модель Икс» появились лекции по блогингу. С участницами пятого сезона работает известный блогер Соня Гудим. Как работать со страницей Инстаграм, это было, наверное, основное то, что меня зацепило, когда мне предлагали вот эту программу. Я думаю, ну, действительно, ведь вообще про фан нужно как-то развивать свою страницу. У меня страница есть, но она такая скучная. Она будет работать на вас. Это, знаете, как в институте. Сначала вы работаете на зачетку, потом зачетка работает на вас. Вот сначала вы работаете на шапку, придумываете, обыгрываете и сочиняете, потом шапка работает на вас. И люди уже четко понимают, что вы зачетка, на вас подписываются, только лишь потому, что у вас интересная цепляющая шапка. И глядя на нее я понимаю, что вы в чем-то уникальны и вы мне очень интересны. Инстаграм виду на первоначальном уровне. Тема интересная, хотела бы послушать, возможно буду вести активный инстаграм Год назад у меня появилась ученица, ее зовут Кристина Она веган, экоактивистка И вот у нее был инстаграм из небольшого количества подписчиков И она не знала, что с ним делать и вообще о чем вещать Но подумав, чем она вообще дальше хочет заниматься Она поняла, что она хочет создавать свою косметику Натуральную косметику, которую не тестируют на животных И инстаграм может ей помочь в реализации этой продукции Это проект Модель Х Я Галина Бузую, владелица бутика Болерон Я занимаюсь продажей модной итальянской одежды Я Светлана Васильева, косметолог Меня зовут Оксана Шатанова, я являюсь участницей проекта Модель Х Продаю автомобили УАЗ, являюсь руководителем компании автоцентра УАЗ на Косове ВА6 Я Ольга Быковская, участница проекта Модель Х Моя профессия далеко не связана с модой Я менеджер по продажам трубопроводной арматуры Меня зовут Юлия Осетникова, я руководитель агентства недвижимости Реализуем квартиры на первичном рынке Мой бутик участвовал в предыдущих проектах качестве партнера Я видела, какие изменения происходили с девушками Насколько они перевоплощались и воодушевлялись В этом проекте я участвую сама и тоже заряжаюсь этим позитивом Это просто здорово! Получаю новые знания Очень довольна, мне интересно! Если ты сама дома будешь изучать, это займет кучу времени Здесь и практика, и теория, я считаю, что тут все скомпоновано, все подобрано Ну, это просто даже отдых, я бы сказала, какой-то, ну, для, скажем, для себя, для души Просто как бы разнообразие, там, времяпровождение То есть сейчас мало куда там можно было, особенно в последнее время, ходить Но здесь вот что-то есть новое Я рекомендую всем девушкам участвовать в проекте «Модель Х» Присоединяйтесь к нашей компании, будем очень рады вас видеть в нашем коллективе Приходите вы на школу Светлана, вы не пожалеете Как говорится, если не знаешь, с чего начать, начни с себя Субтитры создавал DimaTorzok